Привет! Мы находимся, да какая разница где, сегодня на нашем тесте находится самый мощный квадроцикл стелс, модель 800D. Это краткобазная модель с мотором объемом 750 кубических сантиметров и инжекторным впрыском. Данный аппарат оснащен подвеской на амортизаторах ДНМ с регулировкой сжатия отбоя преднатяга пружины. У данного квадроцикла короткая колесная база, что обещает нам повышенную проходимость, однако некоторый дискомфорт в случае, если вы захотите прокатиться вдвоем. У него есть, в принципе, подножки для второго пассажира, но его чаще называют полуторным, то есть один плюс один, без полноценного второго сидения. Несмотря на свой спортивный вид, квадроцикл оснащен полным набором внедорожных приспособлений, таких как полный привод и блокировка переднего дифференциала. Задний дифференциал у всех квадроциклов, за редким исключением, блокирован всегда. Также на него установлена лебедка с усилием приблизительно на одну тонну, линзованные фары, ближний и дальний свет с достаточно мощными лампами и новый задний светодиодный фонарь, который намного ярче, чем обычная лампа накаливания, будет видно в любую погоду. Также у него есть пониженная передача для особо сложных условий, либо буксировки груза, прицепа. Установлена резина Maxis, действительно американская хорошая резина. Резиновая смесь достаточно мягкая, блоки податливые, легкое очищение резины от грязи при движении. Мотор одноцилиндровый, стоит инжекторный впрыск, соответственно, вам не нужно думать про заслонку при заводе в любую погоду. Плавная работа и чуть большая мощность, чем у карбюраторной версии. Радиатор жидкостного охлаждения имеет большую площадь и защищен металлической сеткой, что предотвращает повреждения радиатора при движении по лесу, то есть попадании веток. Большая площадь радиатора вполне достаточна для охлаждения при любых нагрузках. Достаточно высоко выведены воздуховоды воздушного фильтра и охлаждение вариатора с характерным закруглением на верхней части для максимальной защиты от попадания воды. Все тормоза дисковые, задний тормоз находится перед задним редуктором, так как задний редуктор всегда находится в заблокированном состоянии. Дифференциала нет, поэтому вполне достаточное торможение для задней оси. Передние тормоза находятся в колесных дисках, удобные органы управления, включая электростартер и сигнал. Управление ручника, которое делает неудобным вождение квадроцикла, если ручник включен, что очень логично. Управление включением полным приводом, три режима. Задний привод, мы слышим электромотор, полный привод и блокировка переднего дифференциала. Переключение удобное, но могут возникнуть некоторые проблемы на сильных морозах или если квадроцикл хранится на улице. Мультифункциональная панель, удобная и читаемая с указанием цифровой скорости, суточного пробега, общего пробега, температуры мотора, время, а также моточасы, указатель уровня топлива. У квадроцикла есть поворотники, аварийные сигналы, звуковой сигнал. У квадроцикла есть две 12-вольтовые розетки, разъем стандартный под прикуриватель. Лебедка имеет удобный пульт дистанционного управления, подвеска обслуживаемая, шприцуется консистентной смазкой в районе сайлент-блоков, фаркоп для крепления прицепа, а также возможность ручного пуска с помощью кикстартера даже на инжекторной версии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сейчас мы увидели преимущество принудительной блокировки деприциалов. Аутлэнер мощнее, но все равно более легкий и менее мощный стелс его перетягивает только за счет этой функции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова